Две минуты девятого. Виктория, жительница Больших Везём, главный специалист Одинцовской теплосети, решила прийти на избирательный участок с утра, чтобы успеть на работу. Один из членов комиссии и двое наблюдателей едут у нас, будем готовиться к поездному голосованию. Режим работы операторов, слесарей и аварийных бригад непрерывный, поэтому члены УИКО направляются к ним с переносными ящиками, чтобы сотрудники коммунального предприятия смогли сделать свой выбор, не отрываясь от служебных дел. Спасибо. Выборы – это важное событие не только для жизни страны, но и для её граждан, особенно для подрастающего поколения. Тем, кто в этом году голосует впервые, избирательная комиссия уже по традиции приготовила памятные сладкие сувениры. В первый день голосования только на этом избирательном участке шоколад вручили трём 18-летним избирателям. 98-летний Константин Сергеевич Федотов мог бы проголосовать на дому, но пришёл в первый день выборов на избирательный участок в бывший гарнизонный дом офицеров. Участник Великой Отечественной войны признаётся – это событие знаковое не только для нашей страны, но и для всего мира. Решается судьба, а это очень знаменательно, очень важно. И я считаю, что все здравомыслящие люди, тем более наши страны, все прекрасно понимают, что всей ответственностью подойдут к сегодняшнему дню, к выбору руководителя нашей страны. На избирательном участке номер 1963 голосуют те, кто проживает на центральных улицах Одинцова. Здесь работают 12 членов избирательной комиссии и два наблюдателя. Камеры видеонаблюдения фиксируют всё происходящее в онлайн-режиме. Открылись вовремя, в 8.00. На данный момент у нас уже проголосовали более 100 человек. У народного артиста и режиссёра Игоря Угольникова сегодня сразу два радостных повода. Выборы президента Российской Федерации совпали с премьерой его новой картины «По зову сердца». Несмотря на загруженный график, артист решил проголосовать по старинке, на избирательном участке. Так он делает уже 20 лет. Я голосую всегда и считаю это необходимым и безусловным, что должен делать гражданин страны. Сегодня заканчивается моё удостоверение доверенного лица президента Российской Федерации. Я выполнил свой гражданский долг. На избирательный участок пришли всей семьёй. Двухкратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко и продюсер Яна Рудковская уверены выразить свою гражданскую позицию – долг каждого россиянина. Во благо страны. В это сложное время все должны встать с кроватей и проголосовать. Это важно. Важно, как Яна уже сказал, для нашей страны. Я это полностью поддерживаю. И в год семьи просто ради наших детей. Во благо наших детей сделать свой выбор. Общественники, представители кандидатов в президенты и политических партий – СМИ. Около 150 наблюдателей из 15 стран. Члены миссии СНГ следят за ходом голосования в Центре общественного наблюдения за выборами. Именно сюда поступает сигнал со всех камер видеонаблюдения, установленных на избирательных участках региона. Было интересно посмотреть, как проходит избирательный процесс. С одной стороны, есть понимание, что сейчас самые главные выборы – выборы президента Российской Федерации. С другой стороны, есть переживания, что могут быть разные провокации. И сейчас здесь в особенности необходимо посмотреть, как это все происходит, чтобы наши избирательства смогли сделать свой выбор. И при этом это было комфортно, доступно для всех. В Одинцовском округе с 8 утра и до 8 вечера работают 173 участковые избирательные комиссии. Впрочем, у жителей региона есть возможность сделать свой выбор и дистанционно, через портал Госуслуг. Голосование на выборах президента России завершится 17 марта в 20.00. Олеся Лукина, Карина Яряшева, Татьяна Верняковская, Артем Ломоносов, Денис Харламов, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.